МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Материал будущего. Как казанские ученые разработали уникальную установку для производства термопласта. Здесь сложность была в том, что подобных размеров загруденный зуб удалить через шейный доступ просто невозможно. И снова сердце бьется. Как лучшие казанские врачи спасали пациента с тяжелым диагнозом. В шестой раз мы отмечаем День медицинского работника на страже нашего здоровья. Как в КФУ отметили День медицинского работника. Но куда бы его не привела судьба, Лев Гумилев всегда находил предмет творческого интереса. Симбиоз двух цивилизаций. Как Лев Гумилев нашел идею пассионарности в культуре восточных народов. В казахстанском городе Шымкент может появиться новый филиал КФУ. Об этом стало известно в ходе визитов в Татарстан делегации финансовой торгово-промышленной корпорации «Антустик». Делегацию возглавил председатель корпорации Серегжан Сейджанов. С ним встретился президент Татарстана Рустам Мениханов. На встрече обсуждали вопросы сотрудничества в нефтегазовой отрасли и других областях, в которых возможна реализация совместных проектов. Также стороны обсудили возможность создания филиала Казанского федерального университета на территории Казахстана в городе Шымкент. Также представители компании «Антустик» посетили Казанский университет, где говорили о перспективных направлениях для взаимовыгодного партнерства. Так гостям продемонстрировали биомедицинский кластер, в частности, Центр симуляционного и имитационного обучения. Здесь показали модель госпиталя и стоматологический фантомный класс, казахские гости побывали и в Анатомическом музее, в Научно-клиническом центре презрационной и регенеративной медицины. В Институте геологии и нефтегазовых технологий участников делегации провели по уникальной лаборатории 3D-геоцентра. Рассказали о разработках в области моделирования и добычи трудноизвлекаемых запасов. Увидели гости и возможности химического института имени Бутлерова. Один из них – это кластер, связанный с разработкой гетерогенных катализаторов для нефтехимического производства. Также руководство корпорации «Антустик» встретилось с исполняющим обязанностей ректора Дмитрием Таюрским. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в научно-технической и образовательной сферах. Представители компании выразили готовность содействовать открытию филиала КФУ в Казахстане. И один из примеров того, какие разработки могут появиться в ходе партнерства, показали в Технополисе «Химград». Здесь презентовали уникальную импортозамещающую технологию по получению термопласта. Этот материал используется в авиационной, ракетно-космической промышленности. В «Химграде» расположена опытно-промышленная установка для производства исходного материала из отечественного сырья. Технологии их поучения начали разрабатывать двумя годами ранее. Установка – результат работы ученых Казанского университета, специалистов Центра Инжихим, Научно-технологического центра Ахмадулины и Минпромторга Татарстана. Она войдет в научно-производственный кластер по суперконструкционным материалам. Сейчас Татарстан готовится к участию в российском тендере для организации производства термопластов. Сумма контракта составит около 1 миллиарда рублей. Львина Минабуддинова увидела, как работает установка. «Полифиниленсульсид на выходе с установки представляет собой полимерную крошку. Вот представлен в таком виде. После переработки и гранулирования представляют собой гранулы вот таких размеров». Высокая термостойкость, водостойкость и химическая стойкость – уникальные свойства этого материала. Термопласт – полиниленсульфид. Так материал выглядит после переработки. В этом видео он готов к использованию. А вот и пример деталей из материала. Хотя это лишь малая часть. У сырья большой спектр применения. Уже сегодня годовая потребность России в термопласте составляет порядка 1 тысячи тонн мощности опытно-промышленной установки. Здесь, в Химграде, мощность установки составляет 5 тонн. Два года химический институт КФО, научный центр Ахмадулины и инженерный центр Инжихим разрабатывали технологию получения суперконструкционного термопласта полифиниленсульфида. Это полимер с уникальными характеристиками. Иначе говоря, материал будущего. Он в 4 раза легче, чем металл. Имеет широкий температурный диапазон работы от минус 200 до плюс 270 градусов. Все взаимодействие позволило реализовать тот проект, который Минпромторг в 2020 году инициировал. Успешно реализовать. Потому что, вы видите, установка, она рабочая, она действует. Реакция полифиниленсульфида была открыта полвека назад в СССР. Сегодня материал активно производится за рубежом в Японии, Китае, Корее и США. В основе реализации проекта стояла важная задача – импортозамещение. Американцы по своему законодательству запретили продавать полифиниленсульфид в качестве сырья за рубеж. Только в виде деталей. И это делает уже невозможным, например, покупать этот материал из за рубежа. Тем более, в сложившихся новых обстоятельствах, производство этого материала для нашей страны очень актуально. От пробирок и трехлитровых реакторов в лабораториях. Долгий синтез, апробация. И вот опытная установка здесь, в Хемграде. Уже через два года работы устройства готовы производить до пяти тонн продукта в год. Но и это далеко не предел. Речь идет о планах разработчиков. Масштабирование мощности установки от 150 до 500 тонн. После того, как разработана технология, то есть последовательность химических реакций, определены материальные тепловые балансы. После этого разрабатывается технологическая схема. От автомобильной, авиационной, ракетно-космической, нефтяной и газовой промышленности до более бытовых вещей. Создание деталей кофеварки. Установка готова к эксплуатации в разных областях. Это у нас химический реактор. Здесь протекает химическая реакция. В основном здесь мы получаем полифинисусид, целевой продукт. Этот полимер очень нужен и оборонщикам, и нужен и промышленникам. Сами понимаете, полимер, который при 240 градусах не растрескивается, не плавится. Это очень важный конструкционный материал. Инициатором проекта стал Минпромторг России. Российская академия наук организовала группу исследователей. Сейчас Татарстан в ожидании тендера на производство термопластов. Сумма контракта составит около 1 миллиарда рублей. Эльвина Минабуддинова, Хафиз Гараев, КФУ «Итоги недели». И снова врачи университетской клиники совершили чудо. Здесь одномоментно выполнили сразу несколько операций. Протезирование митрального клапана сердца и удаление зоба. Для этого пришлось пригласить лучших профильных хирургов Татарстана. Совместная операция длилась чуть более 4 часов. Для пациента, поступившего в клинику в тяжелом состоянии, операция прошла успешно. У 72-летней женщины был сепсис. Бактериальное заболевание, которое разрушало сердечные клапаны. Да еще и проблемы с эндокринной системой. Да такие, что удивились даже хирурги-онкологи. В своей практике загрудинный компонент зоба такого размера они встречали от силы 3-4 раза. Оперировали пациента усиленным составом. В униклинику пригласили лучшего кардиохирурга республики Руина Джорджикия и заведующего отделением республиканского онкодиспансера Рината Хамедулина. Как проходила операция, расскажем далее. Здесь сложность была в том, что подобных размеров загрудинный зоб удалить через шейный доступ просто невозможно. А когда кардиохирурги нам обеспечили доступ в виде стернотомии, то это уже никаких технических проблем не составляло. Сепсис. Бактериальный эндокардит. Такое заболевание врачи униклиники диагностировали у 72-летней пациентки. На фоне этих воспалительных реакций произошло нарушение клапанов сердца. Возник гигантский зоб. Врачи еще больше удивились, когда выяснили, что он спускается к грудную полость и практически доходит до аорты. Ситуация непредсказуемая и опасная. На фоне бактериального разрушения клапанов сердца часть клапана оторвалась. Это привело к развитию нарушения мозгового кровообращения и абсцесса в селезенке. На консилиуме специалисты униклиники решили оперировать усиленным составом. Они пригласили руководителя кардиохирургического направления Минздрава Татарстана Раина Джорджикия и заведующего онкологическим отделением республиканского диспансера Рената Хамедулина. Диагноз у пациентки состояние был очень сложный. То есть это сепсис, состояние, когда в крови циркулируют близнетворные микробы, иммунная система не в состоянии справиться с ней. В результате этого септического состояния произошло разрушение клапанов сердца. И фрагменты этого клапана, они в свою очередь вызвали у пациентки острое нарушение мозгового кровообращения, когда фрагменты клапана по кровотоку попали в брахиоцефальные сосуды. По-видимому, часть этих фрагментов попала в сосуды селезенки. И был эпизод, когда у пациентки определялся абсцесс в области селезенки. После окончания острого периода инсульта у пациентки на операционном столе врачи начали делать одномоментную операцию. Сначала кардиохирурги выполнили протезирование метрального клапана. А затем вторая бригада удалила резко увеличенную многоузловую щитовидную железу. По словам заведующего онкологическим отделением Рината Хамедулина, загрудинный зоб таких размеров – это редкий случай. В большинстве случаев удалить загрудинный компонент можно через шею. И как раз эта операция была выполнена сначала кардиохирургами, первый этап. Это лечение сердечного порока клапанов. А в последующем уже нашей бригадой была выполнена операция по поводу удаления больших размеров загрудинного зоба. Щитовидную железу пришлось полностью удалить. При операциях на открытом сердце применяются особые технологии. Подключается аппарат искусственного кровообращения, который работает вместо сердца и легких пациента. Требуется и разжижение крови, введение специального препарата гепарина. Он полностью блокирует свертываемость крови. После отключения аппарата искусственного кровообращения и возобновления работы сердца пациента вводят другие лекарства, которые восстанавливают свертываемость крови. Любое хирургическое вмешательство связано с повышенной кровоточивостью. Поэтому сложности и риск данной комбинированной операции возрастают в несколько раз. Пациентки, сначала пораженные бактериями свертки клапана сердца, врачи иссякли. И на их место установили биологический протез клапана. Затем хирург-онколог приступил к удалению щитовидной железы. Операция длилась чуть более четырех часов и прошла успешно. В одной операционной работали две бригады медиков, но это у них не вызывало рабочего дискомфорта. Все прошло слаженно. Кардиохирурги понимали, что несмотря на огромный опыт работы, все-таки с патологией щитовидной железы они не справятся. Особенности анатомии этого органа знают лучше онкологи. Поэтому кардиохирурги привели специалистов, имеющих большой опыт работы с оперативными вмешательствами в области зоба. Большое спасибо нашим коллегам, и Ренат Габасовичу, и Роник Анатольевичу, которые откликнулись очень быстро на нашу просьбу. Мы провели совместный консилиум на нашей базе, посмотрели пациентку, посмотрели результаты анализов и исследований, которые были выполнены. И достаточно быстро нам удалось скоординировать время проведения даты этой операции. Спустя несколько недель после операции 72-летняя пациентка уже собирается домой. Ей прописали специальные гормональные препараты, которые компенсируют отсутствие щитовидной железы. Но поменять образ жизни ей все-таки немного придется. Например, беречь иммунную систему от заражений. Но основное правило – заботиться о здоровье и проходить вовремя медосмотр. Не такая большая оплата за самое драгоценное, что ей подарили врачи – это жизнь. Алина Красильникова, Эльвира Замалединова, Фарид Захитуглы, Никита Акиншин. КФУ. Итоги недели. И, конечно же, в третье воскресенье июня мы поздравляем всех медицинских работников с их профессиональным праздником. Говорим вам спасибо и желаем здоровья, успехов в вашем нелегком, но, возможно, самом важном для человечества труде – с праздником, с Днем Медицинского Работника. А как стать жемчужиной мира? И какую зарплату получают выпускники КФУ IT-специальностей? Об этом во второй части программы. В шестой раз мы отмечаем День Медицинского Работника, президент Казахстанского университета. На страже нашего здоровья. Как в КФУ отметили День Медицинского Работника. Но куда бы его не привела судьба, Лев Гумилев всегда находил предмет творческого интереса. Симбиоз двух цивилизаций. Как Лев Гумилев нашел идею пассионарности в культуре восточных народов? КФУ попал в топ-10 рейтинга по уровню зарплат молодых специалистов в IT-отрасле. В рейтинге портала «Суперджоб» участвовал 71 вуз страны. Оценивали уровень заработных плат, занятых в IT-отрасле молодых специалистов, окончивших вуз в 2016-2021 годах. Так, по данным рейтинга, средний размер зарплат выпускников Казанского университета за год вырос на 15 тысяч рублей. Сейчас он составляет 150 тысяч рублей в месяц. В рейтинге также учтена доля выпускников, ищущих работу в том городе, где они учились. По данным «Суперджоб» в Казани хотят работать 67% выпускников КФУ. Напомним, кстати, и то, что молодые IT-специалисты КФУ получат отсрочку от армии. Вуз включен в список аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий. О других событиях недели в нашем дайджесте. В КФУ отметили День медицинского работника. Поздравили сотрудников университетской клиники и сотрудников Института фундаментальной медицины и биологии, вице-премьера республики Лайла Фазлеева и исполняющий обязанности ректора Дмитрия Таюрский. Они отметили, что медицинское направление всегда было визитной карточкой вуза, и что все медики являются настоящими героями и ангелами в белых халатах, чьи усилия по спасению жизни и сохранению здоровья трудно переоценить. Сегодня мы чествуем работников, которые стоят на страже нашего здоровья. В шестой раз мы отмечаем День медицинского работника в Санкт-Петербурге. Казанского университета. И это очень значительная и очень знаменательная дата для нас. Вы все, Дмитрий Анатольевич, очень правильно сказал, стоите на страже. Вы те, кто стоят на страже нашего здоровья. Делегация Казанского университета посетила Иран. В ходе визитов представительства Россотрудничества и университета республики были обсуждены вопросы по поддержке преподавания и изучения русского языка в Иране, возможности организации летних школ для иранских студентов КФУ и совместные образовательные и научные проекты. Студенты КФУ стали финалистами программы стажировки мэрии Казани. Итоги работы в исполкоме столицы ребята подвели вместе с мэром города Ильсором Медшином. Студенты представили ему свои проекты, связанные с инфраструктурой Казани и культурной составляющей столицы. Самое главное качество, которое нужно иметь человеку, который идет на государственную или муниципальную службу, надо не уметь, надо любить людей. Казанский федеральный университет вошел в тройку лучших по итогам медиарейтинга активности вузов Миноборнауки России в мае. Впервые в этом месяце были опубликованы данные по аккаунтам вузов Рутюб. Всего в рейтинге учитываются данные 218 российских университетов. 80% мобильного трафика потеряли запрещенные в России социальные сети. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Заблокированным соцсетям благодаря VPN удалось сохранить лишь 20% этого трафика. Это говорит о колоссальных потерях компаний, задействованных на этих платформах. Зато наибольший рост мобильного трафика показал Telegram, чья доля выросла более чем в два раза. А доля соцсети ВКонтакте выросла более чем на треть. В лидерах по-прежнему остается YouTube. Его доля мобильного трафика – 18%. О том, какие новости были предпочтительнее, комментировать моему коллеге Леониду Толчинскому. Мы узнаем из его авторской рубрики. И снова с вами «Смотрите сами». К гадалке не ходи, чтобы определить. Главными темами уходящей недели стали события питерского экономического форума и события вокруг российского дислоцирования ряда знаковых зарубежных корпораций. Подчеркну, что речь идет именно о знаковых корпорациях, чьи бренды традиционно связывали с понятиями свободного и процветающего, независимого от политики западного бизнеса. Сразу три из компаний подобного ряда в эти дни оказались в центре внимания социального, медийного и не только пространства. Во-первых, это пресловутый «Макдональдс». Сеть ресторанов быстрого питания, основанная на эксплуатации булочки с котлетой и сопутствующих мелочах, окончательно сгинула с рынков страны и, как царевна-лебедь, предстала перед потребителями России в образе компании «Вкусно и точка» с теми же булками, котлетами и картофелем фри. Тут много чего интригующего. Странно, что наши филологи молчат. Впрочем, они давно о качестве языка мало заботятся. Поэтому поясню сам, что «Вкусно» и «точка» требуют либо запятой, либо признания полной ахинеи. Запятая в таком новом бренде усложняет конструкцию, но делает правильной с точки зрения языка. Если как есть, то, ну, давайте, например, заменим на такую конструкцию «Кисло» и запятая, «Сладко» и «Тире», «Пресно» и «Мягкий знак». Смешно? Вот и «Вкусно и точка» – такая же ерунда. А знаете, почему владельцам огромной сети ресторанов быстрого питания, получившим в руки вдруг наследство Мака, плевать на это? Они, я просто уверен, точно знают, что очень скоро Макдональдс вернется, и они передадут ему все хозяйство с классическим брендом. Посмотрите, кто приобрел все. Небольшой сибирский держатель франшизы, у которого, образно говоря, не хватит денег даже на офис в Москве на Тверской. А тут вдруг нашлись деньги на всю сеть маковских ресторанов. Откуда деньги, никто не решился спросить. Как никто не заглядывает в соглашение, по которому Макдональдс в течение 15 лет за условный рубль все может назад выкупить и вернуть все свои права на сеть. Новые как бы хозяева даже букву «М» сохранили в центре логотипа, чтобы Маку было удобнее потом по возврату все поправить под себя. Та же история и со странным поведением компании «Кока-Кола», которая в лице дилера заявила, что приостанавливает производство своих напитков в России и распродает остатки. А дальше? Где и с кем будут их 10 заводов? Какой промежуточный бренд они повесят на то, что продолжат выпускать? Насколько у них вообще как бы запасов, которые они еще будут под своим именем выпускать и продавать? Все в полном тумане. Явно под компанию «Хофф» сработала и «Икея», вроде как свернувшая свое производство в стране из российского же сырья, как и все прочие компании. А что там будет в соглашениях о продаже у «Икеи» с «Хофф» никто не знает. Но уже известно, что торговые центры «Мега», которые тоже от «Икеи», будут работать и дальше. Но все кажется ясно. Западный бизнес в условиях неминуемого уже очевидного глобального экономического кризиса, рецессии, а возможно и более трагического финала, принял для себя единственно верное решение. Не являясь по факту независимым, как нам втирали много лет, западный бизнес стремится максимально понравиться своим национальным правительствам, пребывающим в санкционном угаре. Но это бизнес. И он понимает, что старый «Джо» или странный «Олаф» скоро исчезнут, а бизнесы с их интересами вечные. Надо лишь найти оптимальные схемы работы на финансовых рынках и вывода средств из нашей страны, которую объявили изгоем, но без которой их бизнесу смерть даже без фазы комы. Уйти, чтобы остаться. Вот главный девиз сегодня западного бизнеса. На форуме в Питере президент страны заявил, что наступает эпоха реальной ценности активов. Это многогранная категория. Применительно к нашим примерам это штрих, подтверждающий данный тезис. И очевидно, что страну, где реальную стоимость активов все отлично понимают, и где есть шанс активы сохранить и приумножить, никто просто покидать так не собирается. Такие дела. Всего вам доброго. Жемчужиной мира стала представительница Казанского федерального университета. Победителем ежегодного международного открытого фестиваля конкурса красоты и таланта признана студентка второго курса Института международных отношений Дарья Мирон. Она сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что это за конкурс? Это ежегодный международный конкурс красоты и таланта, а также фестиваль культур, который направлен на поддержку талантливой молодежи, а также сохранение традиций, обычаев народов мира. А сколько девушек приняли участие в нем? И представительницы скольких стран? В этом году было подано 40 заявок от представительниц 15 стран, и в финал вышло 14 конкурсанток. А почему вы решили принять участие в конкурсе? И был ли у вас еще подобный опыт? Впервые я услышала о конкурсе в прошлом году, когда участвовала в подготовке творческого номера другой участницы нашего коллектива, которая тоже одержала победу в прошлом году, и решила, что просто обязана представить мою родину в этом году. Наиболее ярко и полно показать ее культуру, ведь Молдавию впервые, ведь Молдавию до этого никто не представлял на жемчужине мира. А вы, я правильно понимаю, из Молдавии, и приехали в Казань учиться? Да. Из Молдавии я приехала более 10 лет назад, и жила какое-то время во Владимирской области, и уже два года как учусь и живу в Казани. А почему вы выбрали Казанский федеральный университет? Как вот так сложилась судьба, чтобы вообще уже после Молдовы вы были далеко достаточно от Казани, но вы в итоге приехали сюда? Вся моя жизнь была связана с языками. Еще в школе я отметила для себя Казанский федеральный университет, и он ходит в топ лучших университетов России, и я решила, что... Должна учиться здесь? Да. Прекрасный выбор. Давайте вернемся к конкурсу, и расскажите, какие задания, туры были до финала? Что вы лично представляли? Самый первый отбор прошел за два месяца до финала, который проходил в три этапа. Самопрезентация, творческий номер и вопросы от жюри. А как проходил сам финал? Что он из себя представлял? Ну и все-таки какие, может быть, номера, или что вы представляли на самом конкурсе? Подготовка к финалу длилась целых два месяца. В течение этого времени мы не только готовились к самому финалу, к различным дефиле и творческим номерам. Мы провели в Казан-Моле литературный вечер, посвященный стихотворениям и творчеству наших народных поэтов. Кроме этого, мы проводили уроки добра для детей, рассказывали о культуре нашей страны. А вот на конкурсе каждая девушка представляла определенную страну. Как это происходило? Это вот вы представляли культуру, я правильно понимаю, каждой страны? Чье стихотворение вы читали? Сам день финала тоже было несколько этапов. Самым первым был этап дефиле в народном костюме с народным атрибутом. После него сразу же шла видеовизитка и второе дефиле с элементами национального костюма. В видеовизитке мы рассказывали о себе и о нашей стране. И следующим этапом был творческий номер. Девушки совершенно по-разному представляли свою страну. Я танцевала народный молдавский танец хора. Также девушки пели национальные песни, рисовали картины. В общем, насыщенно проходил финал. А вы получили несколько номинаций, насколько я знаю, да? Да. Одна из номинаций «Мисс Целеустремленность» и главный титул конкурса «Жемчужина мира 2022». А когда прозвучало ваше имя как победителя, как мисс «Жемчужина мира», что вы почувствовали? Это был волнительный день. Хоть я и надеялась на победу, во мне все равно было немножко сомнения. Ведь каждая из участниц была достойна. Все очень вкладывались в этот конкурс и мероприятие. Но когда назвали мое имя, я почувствовала гордость и радость, и слезы счастья. А как вы думаете, что вам помогло победить? Прежде всего, это поддержка от моих родных и от моих друзей, от моего танцевального коллектива народного танца «Шарк». Без них, я уверена, победу мне было бы не заполучить. Ведь они на протяжении двух месяцев каждый день помогали мне... Готовиться? Готовиться, да. Расскажите, пожалуйста, немного о себе. Ну, откуда вы, мы уже знаем. А вот ваши увлечения, где учитесь и какую специализацию выбрали для будущей карьеры? Я учусь в Институте международных отношений на направлении лингвистика. Помимо учебы, я увлекаюсь танцами и состою в коллективе народной хореографии «Шарк». Я пробовала себя в спорте, но мне не хватало творчества, этой энергии, отдачи односцени, поддержки зрителей. И поэтому уже на протяжении многих лет никак не могу расстаться со сценой. Сцена — это ваша стихия, похоже. Ну вот, а кем вы видите себя в будущем? В будущем я хотела бы развиваться в своей сфере, построить карьеру переводчика или развиваться в межкультурной коммуникации. А как вашу победу в этом конкурсе восприняли у вас на родине? Что вам сказали? Меня поддержали мои родные, которые сейчас проживают на моей родине. Я получила очень много приятных, теплых сообщений. До сих пор их получаю, и они поднимают мне настроение каждый день. Еще раз вас поздравляем и говорим вам спасибо. Спасибо. Иметь родителей, чьи имена прославлены в истории, и при этом самому не быть канутым в лету. Это большой путь великого человека. Так можно сказать и о Льве Гумилеве. Историк, этнолог, поэт, переводчик. Это небольшой список потенциала Гумилева. Его родителями были русские поэты — Николай Гумилев и Анна Ахматова. Жизненный путь будущего ученого также был тернист, как и у его родителей. Лишение, несправедливость, аресты и, между тем, одаренность. Именно лишения помогли ему освоить восточные языки. А лагерный срок в Норильске помог ему прийти к идее пассионарности — историческому процессу как взаимодействию развивающихся этносов с мешающим ландшафтом и другими этносами. У татар Гумилеву особая страсть. Для татарского народа его идеи имеют неприходящее значение. Он заново открыл миру Великую Степь — империю Чингисхана Золотую Орду. Другие древнетюркские государства рассказал об их выдающейся роли для мировой цивилизации. Именно тюрков Лев Гумилев называл катализаторами исторических процессов в будущем. В этом году юбилейные даты как со дня его рождения, так и с даты смерти. Амир Ахтямов о наследии Льва Гумилева. Историк-этнолог, поэт, переводчик с персидского языка Лев Гумилев прожил длинную жизнь. И несмотря на лишения и несправедливость, сумел реализовать потенциал творческого, неординарного и талантливого человека. Жизненный путь был тернистым. Университет Льва не приняли из-за социального происхождения. Ему пришлось освоить много профессий. Он был чернорабочим в трамвайном управлении Ленинграда, рабочим в геологических экспедициях, разведчиком и научным сотрудником, библиотекарем. Но куда бы его ни привела судьба, Лев Гумилев всегда находил предмет творческого интереса. В экспедициях он занимается изучением таджикского и персидского языка, овладевает секретами арабской вязи письма, позже самостоятельно выучит и персидскую грамоту. В научной библиотеке Казанского университета нам предоставили работу Льва Николаевича Гумилева, которая называется «Древние тюрки. 6-8 век». Она была напечатана в Ленинграде в 1961 году. Это автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук. Как писал сам Гумилев, посвящаю эту книгу нашим братьям, тюркским народам Советского Союза. Эта книга была начата 5 декабря 1935 года. С тех пор она неоднократно переделывалась и пополнялась. Однако она не исчерпала всего обилия материала и не осветила всех проблем, связанных с историей древних тюрков. Поэтому продолжение исследований не только желательно, но и необходимо. Данная работа посвящена сравнительно малоизученному периоду мировой истории 6-8 века, нашей эры, совпавшему с образованием и расцветом великого тюркского каганата. Лев Николаевич Гумилев скончался 15 июня 1992 года в Санкт-Петербурге. После своей смерти Гумилев оставил более 200 работ. Среди них собственные стихи и переводы поэтов Востока. Амир Ахтямов, Никита Акиншин, КФУ. Итоги недели. В науке существует только один критерий. Мнение не должно противоречить строго установленным фактам. Но вправе противоречить любым концепциям, сколь бы привычны они ни были. Писал Лев Гумилев. Пусть и ваш каждый новый день будет полон креативных и уникальных идей. Интересных и достойных достижений. А мы, в свою очередь, продолжим продвигать науку, рассказывая о достижениях российских и казанских ученых. Всего доброго. Встретимся через неделю.